Девушки отдыхают Мы вновь на лучшей баскетбольной арене страны. Зенит, Зеленогура. Матч недели. Прямо сейчас. Лучшее не всегда враг хорошего. Баскетбольный Зенит к нынешнему сезону переехал на новую арену, которая больше и современнее юбилейного. Где команда играла в прошлые сезоны. 7 тысяч мест для зрителей и соседство с главным футбольным стадионом Северной столицы. Крестовский остров теперь дом для всех поклонников Зенита. Самое основное преимущество этой арены, конечно, это то, что арена баскетбольная. Изначально она делалась под баскетбол, и это дает себе знать во всем. Потому что невозможно, какой бы ни был хоккейный стадион, какого бы поколения он ни был, и какого качества, там, где хоккей, очень сложно создать атмосферу баскетбольную. Арена здесь в Питере просто фантастическая. Я не представлял себе такой уровень. Мы вот сидим и перед матчем играем на приставке в инбар. Мы вернулись к себе домой, можно сказать, потому что начинали играть в Сибуре. И, в принципе, нам этот зал нравится больше, чем в юбилейном. Он больше баскетбольный. Здесь поуютнее и паркет поближе, и более семейная обстановка, скажем так. Одними из самых обсуждаемых событий последних недель в единой лиге ВТБ стали откровения звездного новичка Зенита Брэндона Дженнингса. Все началось с того, что американец, приехавший в Россию в статусе бывшей звезды НБА, выложил пост к недвусмысленной претензии в адрес главного тренера. Дженнингс утверждал, что никогда больше не будет играть в команде, в которой папа тренирует сына. Пост был удален, а игроку были куплены билеты домой, в США. У каждого человека есть право на свое мнение, и поэтому, раз он так думает, это его право. Мы даже не разговаривали с ним по этому поводу. Ну, было и было. Может быть, в пыловой эмоции он это написал. Конечно, это не очень приятно, но то, что было, то было. Надо забыть этой девизой дальше. Конечно, я огорчен, потому что мы на Дженнингса, как и все наши болельщики, и я думаю, что и баскетбольный мир делали ставки определенные. И совершенно неожиданно Дженнингс, что называется, не заиграл. Точнее, он заиграл в отдельных матчах и показал, какого уровня баскетбол он на самом деле может давать. И, возможно, может быть, ситуация была такова, может быть, стоило подождать. Но, так скажем, получилось так, что мы приняли обоюдное решение, что в данном случае наиболее целесообразно согласиться с обеих сторон и контракта расторгнуть. Все говорят только о нем, а нас никто не трогает. Мы готовимся к играм и играем. И у нас, если честно, хватает и своих головников, и хотя бы последний матч в Еврокубке, который мы ввели плюс 20 и отдали игру. Поэтому думаем только о своей игре. Естественно, нам важно, кто у нас играет, тем более на такой позиции, как первый номер. Он ушел, и сейчас мы должны прибавлять и уже думать дальше о своих целях и задачах. И желаем ему удачи. Новичок Лиги Зеленогора постепенно осваивается в турнире. Польскому клубу приходится привыкать к высокому уровню соперников, длительным перелетам и, самое главное, статус андердога. Чтобы попасть в плов, нужно будет подкрепить свои амбиции победами, которых перед матчем в Санкт-Петербурге было две. Мы начали игру очень хорошо. Первая половина была равной. Третьей четверти мы не смогли ответить на рывок соперника. Мы понимали, за счет чего «Зенит» отрывается в счете, но так и не смогли найти ключи к победе. Это была настоящая жесткая борьба. Мы сражались до конца. Даже не знаю сейчас, как более точно выразиться. Это же баскетбол. Толкают тебя, толкаешь ты. Каждый старается быть лучше. Это обычный игровой момент, мне кажется. Столкнулись под кольцом, захотели друг другу высказать. Ничего особенного. Обычно польские и сербские команды всегда пропагандируют жесткий баскетбол, поэтому, наверное, такое получилось. Главная проблема «Зенита» прямо сейчас – отсутствие в команде даже номинальных плеймейкеров. На этот вопрос Василий Карасев ответил оригинально. Нашел резерв в молодежной команде. Удивительно, но Вадим Панин в 34 года показывает класс даже в Суперлиге. Трипл-дабл в матче против столичной МБА и 40 минут игрового времени в матче с овертаймом. Универсальность – это про него. А теперь основной состав «Зенита». Понятно, что я не могу заменить полноценное первого номера. Но сейчас нужно, например, чтобы те игроки, там, вторые, третьи номера, Серега, там, и Жека играли, там, в «Кинролл». И тяжело будет, если они еще будут водить. Поэтому Василий Николаевич сказал мне, он попробовал мне на тренировке, как бы, наверное, нормально получилось. Надеюсь, хоть немножко я смог заменить первого номера, который у нас там, к сожалению, травмирован. Но сейчас после перерыва, я думаю, у нас они вернутся, как бы, и плюс одно подписание у нас новое, да. Я надеюсь, нам сильно поможет. Будем, вряд, лучше. «Зенит» с первых минут оторвался в счете, но главное было сохранить преимущество до финальной сирены. В последний матч Еврокубка против «Трента» к большому перерыву петербуржцы вели 22 очка, но проиграли матч в овертайме. Такое запомнится надолго. Командная игра «Ключ» к домашней победе «Сине-бело-голубых». 22 результативные передачи «Зенита» против 14 угостей. Как следствие, сразу четыре игрока-хозяев завершили матч с двузначными показателями в графе «Набранные очки». Мне дать им забить трехочковые, потому что до нашей игры у них был процент средней на команду 40. Отличный, да, процент. И, прежде всего, сдержать быстрый прорыв, трехочковые. И, ну, когда ты играешь с соперником, не смотришь, какие игры были до этого у него, да. И только здесь и сейчас стараешься сыграть на максимум. Приятно после вот такого не очень удачного начала, которое у нас было. Сколько мы выиграли пять подряд. Все игры в этом месте, поэтому очень приятно. И вернулись немножко в борьбу за какие-то медали, за более лучшее место в регулярке. И здесь после этого перерыва на сборной у нас, как вы видели, уже было подписание нового разыгрывающего. Поэтому и ждем в строй Галя обратно и Келеб. Поэтому, я думаю, будет немножко полегче и поинтереснее. «Зенит» одерживает пятую подряд победу в единой лиге ВТБ, исправляя ужасный старт сезона. В четверке сильнейших нос за спиной локомотив «Кубань». «Зелена Гура» же после поражения спускается на десятое место и выпадает из числа участников плей-офф. На дворе только осень. Возможно, все еще не раз изменится в турнирной таблице. Он проводит второй сезон в единой лиге ВТБ. О нем говорят, как о будущем российского баскетбола. И ее одной из главных молодых звезд прямо сейчас, в сентябре, ему исполнилось 18 лет. А летом он зажег на юниорском чемпионате Европы, где был включен в символическую сборную турнира. Российская команда тогда обидно остановилась в шаге от заветных медалей. Никите Михайловскому выдают авансы, гадая, в каком клубе НБА он окажется в будущем. И сравнивают его с главной звездой единой лиги ВТБ Алексеем Шведом. Между лидером Химок и юным форвардом почти 12 лет разницы. И за подмосковным Суперменом Михайловский наблюдал в детстве по телевизору. А теперь играет против него, защищаясь персонально. Я давно за ним следил, наверное. Когда мне было лет 10, мы с парнями все время обсуждали. Вот там Швед, Миннесоти, то-то, то-то делал. Да, это, конечно, очень круто было выйти против своего кумира и сыграть против него. Стиль игры Михайловского со всеми поправками на возраст очень напоминает манеру Алексея Шведа. И это заметно невооруженным взглядом. Все европейские скауты уже знают молодого игрока Автодора. К нему присматриваются за океаном. Футбольные селекционеры могут кусать локти. Они проглядели талант. До 9 лет он играл в мяч ногами, даже ходил в секцию. А игровой номер в Автодоре Никита взял в честь известного бразильского футболиста. Первая майка у меня была, это Роналдиня был. Поэтому я сейчас бегаю тоже под 10 номером. Это было где-то в сентябре. Мы с родителями были на озере, на шашлыках вроде. И у родителей был знакомый тренер. Они там встретились. Я на тот момент тогда занимался футболом. Вот они сказали, что ты будешь большим, высоким. Гены есть. И они предложили баскетбол. И только спустя, наверное, месяцев 5 я туда пришел. И совмещал футбол с баскетболом. Потом надо было выбирать что-то одно и предпочел больше баскетбол, чем футбол. Когда я пришел в баскетбол, там не было команды 2000 года. Я занимался с ребятами на 2-3 года старше. И поэтому я рос как игрок. Главный вопрос молодого спортсмена – деньги сейчас или потом? Вопрос, который рано или поздно встает перед каждым баскетболистом. Никаких денег. Выбор молодой звезды, которые уже этим летом были готовы подписать несколько клубов Единой Лиги ВТБ. Были, конечно, предложения и звонили. Не буду говорить, от каких клубов. Там мы большие деньги предлагали. Но я молодой, мне нужно игровое время. И пока только за этим бегу. Никаких денег. Надо всегда смотреть на игровое время. Деньги всегда придут. Опыт Единой Лиги и удачное выступление на юниорском чемпионате Европы сделали свое дело. Главный тренер главной команды страны Сергей Базаревич включил Михайловского в список национальной сборной. Пока в расширенной. Видел я это в соцсетях. Сначала прочитал заголовок, что я вызван в расширенный состав сборной. Сначала подумал, это, наверное, Ю-19 к нашему чемпионату мира. А потом начал листать состав, увидел там имена. И думал, что это какая-то ошибка. И посмотрел, да, там есть мое имя. Но обрадовался, конечно. Видит, это то, к чему я, наверное, стремился. Включение в список лучших игроков страны – аванс для молодого игрока. Но это уже 18 лет. И пока, скорее всего, аванс тому таланту, который еще только должен раскрыться. Поколение игроков, рожденных в 21 веке, постепенно начинает заявлять о себе. Вчерашние школьники уже даже не стучатся в дверь в профессиональный баскетбол, а уверенно открывают ее и занимают свои места в лиге. Вэф сотворил сенсацию прямо по ходу матча в Саратове. Латвийский клуб проигрывал минус 15, но не опускал руки. Упорство латвийской команды и точные трехочковые Андриса Гражулиса испортили дебют новому тренеру «Автодора». Душину Олимпиевичу – 85-83. Победа в Эфа. Андрейс Гражулис и Кристо Псеничонокс. Выясняют я или он. Ну, поехали. Поехали. Кто раньше приходит на тренировку? Старий так делает просто. Я еще молодой. Кто лучше водит машину? Просто так и есть. Не, ну я лучше вожу машину. Я с ним ехал, а это тропа, если честно, серьезно. Он в городе два года жил и понимательно. Дергается там всегда. Кто задает больше вопросов тренеру? Ладно. Бывает. Еще много надо знать. Кто знает больше языков? Сколько ты знаешь? Ну, больше тебе точно. Ты думаешь, что русский знает? Ну, знаю. Ну, тогда я итальянский, испанский тоже знал. Ну, ладно. Кто больше нервничает перед игрой? Просто не знаем, кто нервничает. Ну, никто не показывает так. Но я думаю, что он. Я как-то поспокойнее. Кто лучше знает историю? Нормально, нормально. Все в порядке. Я в школу ходил. Он просто там был и все знает. Да. Кто увереннее на подворье? Просто я подлиннее. Могу прыгать повыше. У кого более удачное фото в паспорте? Сейчас нафи-то вырадуясь. Ладно. У меня просто там волосы длиннее такие, ну, интересные. Кто вкуснее готовит? Он ни разу меня не прокотовывал ничего. Я не знаю, но он в Италии просто жил там пара лет. Я же думаю, что он... Но он ни разу не готовил меня. Не хочу вообще говорить об этом, что лучше готовить. У кого прическа моднее? У него нет прическа. У меня нету я. У меня есть стиль без стиля. И все. Я про это не думаю. Посмотрите, там все там... Придумано у меня так как... Я сам себя... Парикмахер, да. Что забьет больше по итогам сезона? Так и будет, и все. Просто он помоложе. И я бы хотел, чтобы он больше забыл, чем я. Если я так не сделал, то это была катастрофа, я думаю. Я думаю, ему надо идти уже тренироваться. Ладно, я пошел. Да, удачи тебе. Возможно, это самый скромный игрок Единой Лиги ВТБ. Он мало говорит и редко проявляет эмоции. Обычно о нем говорит лишь статистика. Сегодня микрофон у партнеров и самого у мистера спокойствия. Крупным планом форвард-химок Мальком Томас. Мальком Томас один из лучших парней, которых я знаю. Добрый, всегда с улыбкой на лице. В первую очередь я вижу, что он скромный парень, который, в принципе, не выпячивает себя, отдается на площадке полностью. Это главное. За пределами паркета он отличный человек. И, кстати, мой сосед по комнате. С ним всегда интересно поговорить, что я понимаю, с каждым днем все лучше. В общем, Мальком прекрасный человек и друг. Его сильные стороны в игре — это данки и подборы. Несомненно. Посмотрите, как он забивает сверху. Круто же. Обычно я веду себя расслабленно. Те, кто знает меня, могут сказать, «О, кажется, он не в себе или что-то такое». Но я правда спокоен и хладнокровен. Да, я не показываю свой огромный энтузиазм, как многие. Но люблю бы скейтбол и отдаюсь полностью. Всегда был и останусь таким. Одни из любимых моментов игры для меня — это передачи Энтони Гилла. Он дает не глядя, поэтому, если получается, то выглядит очень эффектно. Чувствуешь себя иногда как Мэйджик Джонсон. Круто осознавать это. Моё правило жизни звучит просто «Ты не можешь уйти». Это клише, конечно, но я правда считаю, что нужно жить и двигаться, несмотря ни на что. Многие люди падают, но завтра будет новый день. Главное — не сдаваться. Это моё любимое фото с дочкой. Она — главный человек в моей жизни. И это фото может сделать любой день хорошим. Этим летом я испытал одни из самых ярких эмоций, когда после сезона договорился с семьёй и сделал небольшой сюрприз для дочки. Она была в школе, и тут появился я. Она была в шоке, просто не ожидала меня увидеть. Запрыгнула на руки, заплакала. Я был невероятно счастлив. Спасибо маме, что смогла запечатлеть этот момент. Я никогда не любил холод и снег. Ведь я из Калифорнии. Но зима в России — это особая атмосфера. Новый год и радость. Люди в России очень эмоциональны. У них страсть в натуре. Им очень нравится это. В команде все больны одним делом, и я чувствую себя здесь своим. Вы знаете, есть одна песня калифорнийского рэпера. Она называется «Семь дней недели». И я слушаю ее каждый день, уже на протяжении шести лет. Это мой любимый трек. Это моя первая любовь. Я сразу почувствовал эту игру. Я занимался бейсболом, футболом, проболом. Разные виды спорта. Но баскетбол — первая любовь. У меня есть старшая сестра. Сейчас она работает в Филадельфии 76ers. Так вот, она начала играть в баскетбол раньше меня. А я хотел повторять за ней. Она играла очень круто, даже против парней. Она лучший игрок для меня. Кумир. Лучший игрок в мире. Я Малькольм Томас. Я люблю баскетбол. Он дает мне все. И я счастлив играть за Хинки. И я не мог бы быть счастливее, что я был в Хинки. Парма уже одержала вторую победу в сезоне. Повержен Смоки Минск. Мечты о плов подкрепляются делом. Константин Буланов повторил рекорд карьеры — 19 очков. Первый раз столько очков форвард набирал аж в 2016 году. А что у него еще было в первый раз? Узнаем прямо сейчас. Всем привет. Я Константин Буланов, игрок баскетбольного клуба «Парма». У всех все бывает в первый раз. И сегодня я в первый раз в рубрике «Первый раз». Смотрите и узнаете, что было у меня первым. Первую зарплату точно получил в дюбле, играя за Уралгрейд. В 2008 году было 5000 рублей. Не помню, честно говоря, на что потратил. Наверное, что-то купил себе, для себя, для души. Надо понимать, что до Перми я профессионально нигде не играл. То есть я жил в своем городе, играл максимум за сборную этого города. И дальше чемпионат окрая не уезжал. Поэтому я начал путешествовать, можно так сказать, с баскетболом. Начал учиться, новые друзья. То есть, в принципе, очень много светлых моментов с Перми связанных. Первый трофей в баскетболе, наверное, сейчас уже и не вспомню. Ну, наверное, какие-то детские соревнования. Как раз за город Березняки. То есть наша команда, сборная 90-го года. Сейчас, наверное, уже я один только из нее на плаву держусь. Наверное, какое-то краевое соревнование. Медалям очень рад. Медали храню до сих пор. И дочка с удовольствием ими играет. Первые баскетбольные кроссовки мне купила мама, когда я занимался в спортивной школе. Это была фирма Спранди. Я не знаю, что она. Американская, итальянская, неизвестная. Они были черные, все такие обтянутые кожей. И когда я зашел в зал, конечно, все ахнули первым делом. Посмотрели на ноги. Вау, новые кроссовки. Тогда это был нонсенс, потому что все тренировались в такие... Были белые скрипучки назывались. Желтая подошва такая, волнистая. И вот они скрипели хорошо. И специально любили так бегать на паркете. Все дети, они скрипели, да, как настоящие баскетболисты. А вот тут такие кроссовки, они выше, больше. И это прям было вообще вау. Самым, наверное, таким в Лиге ВТБ сумасшедшим является Леша Швед. Потому что все-таки сумасшествие заключается в том, что он берет на себя роль такого капитана корабля, который вообще тянет, скажем так, по нулямку, да. Но у него это получается. И мне кажется, в этом еще большее сумасшествие, что у него это получается. Матч, который я вспоминаю, это, конечно, финал Кубка России, где мы завоевали золото. То есть это прям на всю жизнь память. Первый матч в Лиге был сложный. Был немножечко, наверное, какой-то скомканный, сумбурный. Сто процентов нервный. Но, тем не менее, принес такие впечатления, эмоции хорошие. То есть попробовать себя на другом уровне, это, конечно, дорогого стоит. Кто повлиял на меня и воспитал меня, и сделал меня баскетболистом, это тренер Юрий Иванович Ковалев. Он провел огромную работу у нас в городе Березняки, да. Но вынужден был уехать. Сейчас он в Старом Осколе, Белогородской области. Много, конечно, воспитанников вышло из-под его рук. И вот он является для меня таким, скажем, как это называется, ментор, да. В иностранной психологии ментор до Струбова до этого. Константин Буланов из Пармы и его дебют в нашей рубрике «Первый раз». Весной вернемся с вопросом о первом матче в плей-офф. Весной в Перми. Баскетбол еще жарче. И настало время самых ярких моментов недели в единой лиге ВТБ. Усаживаем все поудобнее и наслаждаемся. Саратовский «Автодор» уже не самая результативная команда, но марку эффектности держит. В «Энтони Айрландов» вселился Ален Аверсон. Кроссовер и «Эпикуно» остается только дорожная пыль. «Айрланд» переписывает закон притяжения. Взлетел и завис в воздухе. Шоу-тайм по-саратовски. «Антони Айрланд». «Автодор Саратов» — пятое место. Александр Жигулин против «Вэфа» провел матч жизни. 23 очка, 5 точных трехочковых и попадание в хит-парад. Казалось, Тив Зак обманул соперника, но Жигулин совсем не прост. Идеальный тайминг, великолепный блокшот. Только не в мою смену. Александр Жигулин. «Астана, Казахстан» — четвертая строчка. Марекс Мейрис, латвийский летчик. Получил разрешение на взлет от защиты «Автодора» и эффектно забил сверху. Бум! Эй, ребята, как вам вид снизу? Впечатляет? Марекс Мейрис в «Эфрига». «Алёп» — любимое оружие в арсенале «Автодора». «Энтони Арланд» отправил посылку по воздуху. Артем Забелин ответственный за доставку. Бам! Этому гиганту даже прыгать не надо. Мощный данк. «Энтони Арланд» на Артема Забелина. «Автодор Саратов». И лучший момент этой недели. Хит-парад выигрывает «Зенит». В городе появился новый супергерой. Пикинг-ролл и мяч у Джолина Рейнольдса. Смелость города берет и выигрывает хит-парады. Сокрушительная, мощный и шикарный данк. Такому полету позавидует и сам супермен. Джолин Рейнольдс. «Зенит» — Санкт-Петербург. Первое место. И на этом все. Увидимся через неделю. Не забывайте баскетбол. Лучшая игра с мячом на планете Земля. Лучшая игра с мячом на планете Земля. Зенит» — Санкт-Петербург. Лучше. «Зенит» — Санкт-Петербург. Лучше. 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 Продолжение следует...